27 декабря состоялось итогов в 2017 году заседание ученого совета Казанского федерального университета под председательством ректора КФУ Эльшата Гафорова. На заседании наградили сертификатами Наталью Журавлеву, Альберто Аганова в новом статусе обладателя ученого звания доцента Аделя Дарякина Андрея Артемьева и Стеллу Писареву. Главными же тем местной повестки дня стали утверждения выработанных за календарный год решения, а также обсуждения достигнутых результатов, планов на ближайшую перспективу. В частности, речь шла о старте формирования собственных диссертационных советов. Ученый совет проголосовал за то, чтобы реализовать данные КФУ, право самостоятельно присуждать ученые степени. Доклад о результатах глобальной версии московского международного рейтинга университета в тренинг миссии университета представил Марат Сефюлин. Он напомнил, что по итогам ранжирования КФУ вошел в топ-200 вузов мира. Российский Союз, ректор фонд поддержал эту задачу. Вы видите, 30 сентября 2016 года началась эта работа и только в декабре был подготовлен основной рейтинг. В нем пока участвуют университеты из 39 стран и представлена первая двухсотка университетов от этого рейтинга. Самой обсуждаемой темой стало грядущее повышение зарплат для всех сотрудников университета. Было официально объявлено, что уже с 1 января 2018 года размер окладов ассистентов преподавателей, старших преподавателей, младших, старших и ведущих научных сотрудников, а также доцентов вырастет на 7%. Распоряжение правительства Российской Федерации поднять базовую на 4%. Значит, да, вот с 1 января следующего года мы сделаем так, что постараемся, чтобы большинство обратно перешли на ставку. И такая задача перед директорами институтов поставлена, чтобы мы четко понимали, какой контингент наших сотрудников работает на ставку и правильность расчета заработной платы. В завершении заседания Ильшат Гафуров выступил с поздравлениями с наступающим Новым годом и поблагодарил всех членов ученого совета за работу. Диана Шилова, Леонардо Влетьяров, Роман Самарин, Универньюс.